Справедливый коммунист Юрий Гайдук и не подозревал, что, можно сказать, на старости лет он окажется сидящим напротив мирового судьи. На вопрос, есть ли волнение, мифический костюм Бэтмена не примеряет. Маску бесстрашия не надевает, пыли в глаза не пускает. Говорит откровенно, немного переживает из-за возможного нешуточного штрафа. В соответствии с законодательством штраф на юридические лица от 100 до 500 тысяч рублей. Это, конечно, очень серьезная сумма. Получается то, что через всякие подзаконные акты принимаются такие моменты, что прежде чем выразить свое мнение, мы, оказывается, должны еще посоветоваться с теми-то, посоветоваться с теми-то и получить добро от тех-то. Я думаю, что это совершенно неправильно. В зале суда коммунист оказался из-за главного чиновника края губернатора Александра Осипова. Камнем преткновения стало не то яркое выступление Гайдука во время отчета главы региона законодательному собранию края, которое, к слову, ручные правительственные СМИ вырезали из эфира, придумав массу лицемерных оправданий. У нас практически загублено сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, не развивается лесоперерабатывающая промышленность, местная промышленность и стройиндустрия. Кадровая чехарда, когда на высшие руководящие должности в крае назначаются люди, далекие от специфики по должности и совершенно не знающие Забайкарский край, только вредит экономике региона. На фоне этой ситуации край катастрофически теряет население. Если до руководства Александром Михайловичем край терял население ежегодно 6-8 тысяч человек, то с 2019 года по 2023 год, не считая 2024, край ежегодно теряет население в среднем на 16,8 тысяч человек. Претензия к партии КПРФ в том, что они якобы опубликовали на своем официальном сайте, агитационный материал предварительно не согласовав его с региональной избирательной комиссией. Претензии якобы и в том, что коммунисты не опубликовали свои выходные данные. Однако со слов ответчиков на сайте все предоставлено, и краевому избиркому стоило внимательнее для начала изучить сайт. А еще помнить о том, что партия избирательным объединением не является, чтобы что-либо согласовывать. Это разместило публикацию с названием Бюро Забайкальского краевого комитета КПРФ. Нужен ли нам такой губернатор, в котором содержались аудиовизуальные агитационные материалы, с текстом следующего содержания. Бюро КПРФ призывает всех, кому дорога малая родина, кому дорого будущее наших детей и внуков, не голосовать за кандидата в губернатор Забайкальского края. Дело возбудили по статье 5.12 КОАП РФ «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах». Напротив, потерпевшая сторона. Кой почему-то себя посчитал экс-кандидат в губернаторы Константин Коростилев. Жалобу на Гайдука он подал в краевой избирком. После в дело вмешались правоохранительные органы. Хотя, если следовать здравому смыслу, эта ситуация была бы даже на руку самому Коростилеву. Ведь и ему досталось бы как минимум больше голосов, да и победа на выборах оказалась намного вероятней. Впрочем, это лишний раз подтверждает, что Коростилев, скорее всего, изначально был техническим кандидатом. Да и в избирком он вряд ли обратился по собственной воле или инициативе. Больше такой ход конем похож на указание сверху, когда свой хлеб надо просто отработать. В роль потерпевшего он искусно вжился и сыграл ее не хуже любого опытного актера того же театра драмы. Коростилева якобы задела отношение коммунистов к партии, в которой он даже не состоит. Я считаю, что здесь нарушено, нарушены наши избирательные права, мои, как кандидата в губернаторе Забрикарского края, нарушены, соответственно, общие правила проведения избирательной кампании. Извините, в чем вы видите оскорбление кандидата в губернаторы Осипова с нашей стороны? И какие ваши права мы ущемили? Мои права ущемили я еще раз пообъясняю тем, что я выступал под кривого отделения политической партии Коммунисты России, которая в вашей публикации была названа, отмечена, как кальковая партия. Я считаю, что это оскорбление в целом партии, которое меня выдвинуло. Я, конечно, не являюсь членом этой партии, но доверенным лицом для участия в выборах я являюсь. В итоге смелого и справедливого Гайдука признали виновным. Отделению КПРФ назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако, как рассказывает лидер партии, молчать в дальнейшем из-за страха быть наказанным рублем он не будет никогда. Трусость – это не его история. Штраф, как таковой, он не остановит нашу работу для того, чтобы говорить людям правду.